Истра. Жемчужина Подмосковья. Город сирения и край вековых сосен. Один из самых экологически чистых районов Московской области. Теперь это просто текст с рекламных проспектов риэлторов. Вот так выглядит жемчужина Подмосковья сейчас. В прежние советские времена все грузовые автомобили были на строгом учете. Они были закреплены за гаражами, предприятиями, автобазами. Бесхозного грузового транспорта не было и быть не могло. С развитием рыночной экономики грузовики сначала перешли в собственность частных компаний, затем индивидуальных предпринимателей, а сейчас и вовсе частные, но нечестные руки. Руки грязные, потому что грузовые машины не только перевозят мусор, но еще и создают его. 14 июня в окрестностях населенного пункта Кочаброво местные жители остановили вывоз мусора. Как мы видим, на данной территории это не первая попытка сгрузить мусор. Уже две огромные кучи лежат здесь несколько дней и проросли травой. И все это на прекрасном берегу речки Истры. Мы являемся внештатными сотрудниками истринского охотхозяйства. Проводим иногда ночные рейды. В последнее время участилось то, что въезды в лес, съезды с дороги стали очень заваливать мусором. Мы сейчас находимся вот здесь, на берегу реки Истры. Лесополоса, прикатанная трава. Расскажите, что здесь произошло и когда? В ночь, получается, с 14 на 15 число мы делали объезд вечерний, ночной по территориям охоты угодий. И выезжая уже из микрорайона Песочный, но это было довольно-таки позднее время, увидели движущийся КАМАЗ со стороны деревни Велиминово, который повернул сюда съезд на деревню Кочаброво. Я вылез возле дороги, напарник мой остался в машине там, ну потому что как бы не знали, что в результате будет. Я вот дошел до поворота буквально метров 150 и увидел, что резко вот подъезжая сюда, они повернули задом и начали уже поднимать пузы. В результате что, я достал телефон и начал снимать. Андрей Михайлович, есть ли возможность выяснить по данному инциденту, кому принадлежит эта машина? Это в ваших полномочиях или как у другого ведомства? Конечно, это вполне рельные вещи, то есть мы можем обратиться к информационным базам и установить собственника без проблем данного транспортного средства. А если жители видят подобный инцидент, они куда могут обращаться? Ну, либо в полицию, либо в 112. Реакция будет, я вам гарантирую. Сейчас этот КАМАЗ-нарушитель стоит на штрафстоянке, а что с ним будет дальше? КАМАЗ, как потом выяснилось, он технически неисправен. Поставили его на стоянку, зато у него неисправна тормозная система. После того, как собственники данного транспортного средства устранят причину задержания, то есть отремонтируют его, мы выдадим разрешение на получение этого КАМАЗа и он обратно будет допущен. Но вы никакой штраф не сможете выписать? Нет, почему? За нарушение постановления выписано уже. Штраф уже есть. Что интересно, по соседству с данным местом, вот такая табличка. С рекламой компаний, которые предоставляют услуги по перевозке песка, щебня, навоза. Вот интересно, это совпадение или нет? Обратите внимание, местные жители положили такой железобетонный столб для того, чтобы машины крупные, видимо, не могли проехать к реке. Скорее всего, это не первая попытка сбрасывать здесь мусор. Но крупные фуры это не останавливает. Здесь даже отсыпана земля для удобного заезда. И как мы видим, они вполне себе продолжают свое грязное дело. Мы сейчас позвоним и попробуем пообщаться с теми, кто предоставляет эти услуги. Посмотрим, что интересного они нам расскажут. Ну а мусор, вы мне не сказали по цене, 8 кубов это сколько? Это не КАМАЗ 8 кубов? 8 кубов там какой-то? Ну, допустим, деревяшки там. Пластик, пластик есть? Нет, вроде нет. Так, 8... Ну давайте сейчас с мусором я уточню. И еще я хотел узнать, но я сказал, важно, что экология. Его куда потом вывезут? Не в лес ко мне соседний? Нет, конечно, вы что? А куда? Я почему и спрашиваю? Потому что бывает смешанный мусор, бывает раздельный уже. Я вам перезвоню, сейчас скажу, сколько будет стоить. Хорошо. И куда повезут? Спасибо. На сортировку они везут. Ясно. Услуги никуда не бросают, не переживайте. Ну понятно, потому что не хотелось бы, чтобы за забором не вывезли и скинули. Сейчас столько этого мусора... У вас что, за забором мусорка? У меня нет. Переживайте, ничего не будет такого. Вы что? У нас там целый такой мини-завод сортировочный, они сортируют его. Это тоже возле Духанина, да, сортировочный? Я, кстати, как-то видел там тоже какую-то сортировку там есть. Ну, есть в Синево. Духанина, я не знаю, какую они там берут, потому что они там по назначению. Если они доски, они в одно место везут. Если там уже помешанные сортина, главное, чтобы только не потолок был мусор. Ну нет, там как раз доски. Устроительные, они там устроят. Бывают поддоны, бывают блоки, там бывает все, собирают отстройки. Вот, они везут в Синево, там они сортируют, потому что я видела, там кроки у них сложены, эти поддоны сложены, вот пушные. Позвонил я товарищ, улица Рабочина. И попросил вывезти мусор. Так. Собрать участка и вывезти. Я ему объявил стоимость. Он понял, что это достаточно дорого. Я говорю, не могу я сделать дешевле, потому что полигоны, все это очень дорого. Я состою во многих частях вывоза мусора по Московской области. В которых сидят так называемые диспетчера, а по сути это которые раскручивают сайты, сидя дома, не имея ничего, кроме контакта. Я им закидываю удочку о том, что необходимо вывезти 10 кубов. И на меня отвлекаются десятки желающих это сделать. Я понимаю, что все они нелегалы. И в результате, если бы я оказал бы услугу, то эта услуга стоила бы 10 тысяч рублей. По факту получилось, что к нему приехали с Одинцова на улицу рабочие, на газели, вышли 3 узбека, собрали мусор по всему участку, погрузили. И он им заплатил 3,5 тысячи рублей. Когда он вышел на улицу посмотреть, куда они поехали, они спустились вниз. И на муниципальной площадке все разгрузили. Ну получается, единственный вариант на эту ситуацию влиять, это доносить до сознания людей, что каждый из нас, заказывая услугу по вывозу мусора, должен понимать, что нужно заказывать у компаний, которые есть лицензии, которые возят и утилизируют официально. Так получается? Это, ну, Леш, это фантастика. Вот такие реалии. Печально, но это не повод опускать руки. Мы, кстати, связались с гостехнадзором, где нас заверили, что дело на контроле и нарушителям грозит. Наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. На юридических лиц от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Итак, грязная деятельность приостановлена. Мусор не выгрузили, машина на штрафстоянке, нарушителей ждет справедливое наказание. Казалось бы, дело закрыто. Живи и радуйся. Но это в идеальном мире. А что в реальности? А реальность такова. Вот офисное здание, вот луг, вот деревня, вот там река, а вот КамАЗы. Здесь нет стоянки, здесь нет гаража, здесь нет парковки. Но КамАЗы есть, и мы видим результаты их жизнедеятельности. Продолжение следует...